ладно идем дальше дальше чем дальше тем приятнее смотрим сюда это шелковица видите фотографии как давно сделано еще той мыльнице или как они-то назывались еще раньше вот это очень-очень старая фотография это моя первая шелковица прошли годы да научился размножать сам себе придумал зеленое черенкование она есть на сайте вырастил пол сотни саженцев часть раздал день всего продал 5 штук все 5 плодоносили вот даже деревня чуры где всегда очень холодно плодоносили две мои шелковицы из пяти так но так как саженцев мне никто не покупал а сибиряки понятия не имеют что это такое и каждый раз я а тогда меня в россии не знала только санагорск абакан минусинск не дали а вот и меня все говорят а что это такое мне надо ее впарить а какой у меня вкус а попробуйте сказать какой вкус я говорю сладкий поцелуй люди на меня смотрят как не идиоты ну короче это и вдруг последние годы свет в конце туннелях уже я больше не выращиваю на продажу сергей хмыкает говорится но никто не купит ну вот и вдруг новая садоводческая звезда знакомьтесь я не успел подобрать специально фотографию одна одна по моему есть там где у вас по моему один саженец дровянный 2,5 метра прерывка вырезая я сейчас сказал что у вас волшебные руки алексей иванович но вы взяли я только укореняю в середине лета это она подается укоренение чуть сложнее чем та же черёга это смородина но вы совершили чудо ну вот это новое направление вы научились я высылал черенки посреди зимы вы их укоренили и внимание друзья вот вот они видите вот они эти фотографии мне прислал алексей иванович если он сейчас поздравляю и он очень благородный человек когда статью когда этот метод хотел мне подарить не железу у меня мало открытий вот я сказал нет сами на 50 журнал наука и жизнь его статью вот дальше будете работать с ним вот с этим товарищем хотите алексей иванович хватит другого лет я имею ввиду селекции заниматься вот займитесь размножением мне кажется народ созрел шелковицу покупать будут то есть это теперь ваше право вот можете назвать я шелковицу железу я возражать не буду потому что я же я не просто так это я продал ее через селекцию так и получается что имею право пусть она больше у кого из железа ленинга но я вам предлагаю засучить рукава вот и начать ее выращивать на продажу если уже не начали вы молодец вот и сразу чем запоминайте где он живет челябинск не зря а челябинск кто помните то ворал слушайте дальше вот еще чудеса дядя валера кто меня может злать дядя валера это молодая женщина которая является администратором моего сайта познакомил латинко сказал на сайты хорошо делают кому надо спрашивайте у меня я я вот никогда просто так адреса ябки телефоны не даю потому что я не знаю нужно ли это человеку раскручиваться а кому надо раскручиваться пожалуйста я всегда говорю вот сейчас был у меня самый звонок я дал телефон это наших лучах винограды ли вот примеру ну и так далее и вот получается что есть уникальный человек как компьютерщик вот а я же не просто так я взял мол ну приплачивал закатайте за сайт все новое а тут взял высылал косточки прошли несколько лет внимание внимание смотрите что получается сеянец фаины смотрите какой у нее сеянец фаины сеянец непривитый и заметьте что он жив здоров и не первый год ему потому что прошлом году это дерево дал уже два плодика сеянец а я всегда говорю нажал с этих от подвоя генов маньчжорского абрикоса может он будет мельче но морозостойче вот мой факт а этот человек который вот несколько лет назад вообще не знал что такое это может абрикос то глаза не видел и вот пожалуйста думать это все смотрите кстати я для сравнения вот это ее да а вот это вот моя фотография горжусь потому что сам удачный это маточное дерево которое оно было лет 15 назад прошли 12 лет это же дерево дала вот такие плоды гибрид неустойчивые у него три родителя я про это рассказывал похож вот так вот а потом еще смотрите сюда еще еще сеянец это не все внимание а я еще это самое так как с того дерево уже брать было ничего кучки брал с этого дерева видите это потомок фаины это второе поколение так смотрим сюда мы сейчас скажем у меня вы думаете мне мало вопросов задают а что вырастить с ваших косточек я не знаю вот сейчас это чуть ли не таких случаев пока не всего несколько вспоминайте когда сеянцы культурных абрикосов показали себя но естественно не с предельными плодами как у меня но очень даже ничего смотрим опять катя теперь она кажется кузнецова смотрим сельс академика не привет и ну как он а ведь еще только июнь вы считаете середина июня фотография раньше пришла значит середина июня ну с виду он идем дальше вот она написала а вот это я материнское дерево видели материнское это потомок моих привитых уже прививка видимо благодаря подвою они же круглые мелкие круглые вот он лишь осталось ну что хотите в это скажите в индустрии не существует ну пожалуйста вот кстати тема вот это вот наболевшие активизации впереди потому что накоплен материал на какой материал особый вот до конца теория создана вы первые с ней познакомитесь потом это самое потом и и украдут потом американцы или китайцы получится на бирскую премию это все будет потом а потом кто-то скажет а вы знаете мы тоже как это попов создал радио руковский создал самолет оказывается первый вот этот ползунов или как создал первый паровоз в общем и так далее мы все вот это будет особый случай еще надо бы сказать племя уйдет из нашей страны вот так смотрите 7 из дальневосточного абрикоса а почему здесь нет фамилии этого абрикоса потому что я виновата смотрите вот еще один а вот родитель а в названии у меня нет так бывает я название не придумал ну вот потом скромно все назовутся я не залезала но катерина я потом вам вышлю вам никогда особо смотрите посмотрите и когда дойдет до ума вот и мы не имеем права давать имена они же не прошли по проверку через это самое вот но в этом чуть ниже то есть никаких таких ничего не будет никаких госреестров не будет испытаний это понятно но мы сами готовы у нас лучше испытание проходит почему они когда испытывают они дерево сперва искалечат почву искалечат а потом испытывают и уже ясно результатом быть не может а вы уважаемая катерина моя милая катенька пожалуйста назовите его потом дальневосточного абрикоса сеянец в скобках ну в общем как хотите вот это я я это заслужил вот таким путем заслужил полюбуйтесь ну вот скажите что это не абрикос а вот я сейчас надо все-таки это сделать это не сделать я себе на впервые купил крупноплодный абрикос сейчас вам покажу его всегда я все эти годы так гордился что на рынке ни разу не встретились средняя зата нас рядом там вниз на юг а ни разу не встретил крупноплодного абрикоса всегда средники имел 20-30 грамм даже 40 не встречал смотрите я сегодня купил я так удивился вот сейчас будут сравнивать но это средняя азия сейчас на выпуск я не догадался все мы же с вами чем занимаюсь просвещением учебы мы расширяем горизонты смотрите на мои видите сюда первые последние не последний но и вот видно может свет надо включить сейчас на секунду у меня дома бардак как всегда хорошо видно тут грамм 150 эти мои 100 граммовые в общем я первый раз такой увидел видите куда надо стремиться причем нет оснований не думать что они могут достичь такого почему потому что принципе вот еще бы чуть-чуть и вот такие россии на этом в раю вот я первый на планете догадался что деревья никто не оккультуривал когда человек первый раз перенес дерево себе из леса сад она уже была вот такой ясно да происхождение молчу богоискательством сегодня заниматься не будем вот средняя азия вот это катерина а у вас сеянец катерина милая моя сеянец теперь что надо теперь надо ждать чудо от вас еще скажу конечно этот сеянец какой бы он но он уже такой да я еще надеюсь что 100 грамм будет что повторится но он сеянец хотя шансов мало принято считать что они должны быть в два раза мельче ладно но потом когда вы возьмете а катерина все она у нее уже крыша поехала все а теперь она садовод ну я не отрицаю ее по основной работе но она уже в садовод дальше советую всем у кого она не одна такая еще буду показывать вот так вот а кстати это я специально показать вам куда мы идем тут 150 грамм так вот значит катерина второй этап когда вы у вас и не случайно все это просто меня бог посылает а вот это сеянец манчжурца а потом однажды на манчжурца привьете вот это вот это и она вернет вот такую то есть вернется крупность или даже еще больше будет это я говорю как я это все проверил осталось вам поверить мне ну что и опять челябин и опять чела это все и ну и и и и